Всем привет! В эфире Универньюз. С вами я, ее ведущая Арина Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотрите сегодня. В столице Татарстана впервые прошла форсайт-сессия с IT-специалистами. Студенты из Японии прошли стажировку в Елабужском институте КФУ. Казанский университет посетила делегация Республики Казахстан. В столице Татарстана впервые прошла форсайт-сессия с IT-специалистами, представителями власти и бизнеса. Участие в мероприятии также приняли представители Казанского федерального университета. Подробнее смотри далее. 6 сентября в IT-парке Казани прошла форсайт-сессия по цифровой трансформации Республики Татарстан. Диджитал. Объединились представители органов власти, научных учреждений, бизнеса и стартап-проектов. Активное участие в данном мероприятии приняли представители Казанского федерального университета. В этой трансформации, собственно говоря, если мы хотим сами сформировать те роли, которые будут отведены университета, нам очень важно здесь участвовать наряду с другими коллегами, которые из Казанского федерального университета здесь участвуют. Вместе формулируют то, чем должна остаться цифровая трансформация. Я жду, что это будет такой первый шаг, где мы наметим, по крайней мере, следующие шаги, может быть, какие-то предварительные роли определим. То, чем мы, как ВУЗ, можем быть полезны. А мы, в первую очередь, можем быть полезны кадрами, потому что мы источник кадров. Мы можем быть полезны различного рода разработками, поскольку мы занимаемся исследованиями именно в области цифровых технологий. Участники форсайт-сессии будут работать в группах по различным направлениям. Каждая группа представит итоговую презентацию со своими идеями и предложениями в данной области, которые могут лечь в основу глобального документа – стратегии цифровой трансформации Республики Татарстан. Сейчас мы активно занимаемся над актуализацией нашей дорожной карты. И, как вы помните, уже два года цифровизация и соответствующие проекты являются нашим основным приоритетом. И вот это мероприятие для нас очень важно для того, чтобы посмотреть, где какие научные направления кто занимается, чем в Татарстане, для того, чтобы правильно построить кооперацию с учетом того задела, который есть, тех кадров, тех интересов. И мы очень надеемся, что вот это мероприятие, то есть в результате его, мы определим, имеется в виду не только Казанский университет, а вот весь Татарстан, какие перспективные направления, скажем, в сквозных технологиях, в перспективных рынках сейчас есть, на которые мы могли бы все сообщать, сконцентрировать ресурсы и запустить новые перспективы. Это уникальная возможность принять участие в масштабной работе по цифровой трансформации региона, обсудить меры поддержки цифровых инициатив, вдохновиться уникальным опытом лидеров индустрии, а также продвинуть свои решения в стратегической перспективе. Мы можем поговорить с представителями бизнеса, с представителями госструктур, как-то получить взаимный заказ, это очень нам нравится и приятно. Итогом форсайт-сессии станет сформированная дорожная карта цифровой трансформации Татарстана. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Студенты из Японии прошли стажировку в Елабужском институте КФУ. Визит гостей из Канадзавского университета стал возможен благодаря партнерской программе мобильности студентов двух вузов. В этом году вуз Японии представили 30 ребят. Основная часть культурно-образовательной программы была реализована на площадке спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Подробнее смотри далее. Студенты из Японии прошли стажировку в Елабужском институте КФУ. Визит гостей из Канадзавского университета в КФУ стал возможен благодаря партнерской программе мобильности студентов двух вузов. Вуз Японии представили 30 ребят, прошедших серьезный отбор в своем университете. Программа включила различные мероприятия, направленные на знакомство гостей вуза с культурой, традицией нашей республики и страны в целом. Основная часть культурно-образовательной программы была реализована на площадке спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» в рамках работы эколого-технической смены «Экотек». Здесь прошли занятия по повышению уровня экологической культуры студентов. В России я впервые. Здесь очень красивая природа, но для нас непривычно холодно. А еще здесь живут очень высокие и красивые люди. Нас очень тепло встретили, здесь приятная атмосфера и надеюсь, что у нас получится подружиться с местными ребятами. Меня очень удивило то, как много у вас лесов и природы в целом. В Японии мы больше живем в городской среде, а за пределами городов у нас больше гор, чем лесов. Несмотря на холодную погоду, надеюсь, что нам удастся проводить больше времени на природе и, конечно же, общаться с вашими студентами. Зародившаяся в прошлом году идея проведения межнационального сабантуэ для иностранных гостей получила свое продолжение и в этом учебном году. Студенты из Японии совместно с участниками культурно-образовательной стажировки по проблемным вопросам инклюзивного образования представителями Западно-Чешского университета приняли участие в состязаниях праздника. Впечатления очень хорошие, очень тепло нас встретили, нам здесь очень нравится, нам придумали программу, так что мы очень всем довольны и еда отличная. Следующая стажировка для магистров Канадзавского университета состоится уже в конце сентября на базе предприятия «Форт Соллерс» и в Елабужском институте КФУ. А уже в октябре студенты нашего вуза отправятся на стажировку в Западно-Чешский университет. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар Нуромеев, Ислам Хамитов, Универ Ньюс. Казанский федеральный университет посетила делегации Республики Казахстан. О том, как это было, смотри далее. Казанский федеральный университет В Казанском федеральном университете в рамках акции Федеральной службы исполнения наказаний прошла публичная лекция «Воскресение души». О том, как это было, смотри в следующем сюжете. В шоуруме медиа-центра Казанского федерального университета прошла всероссийская акция «Воскресение души», приуроченная к 120-летию романа Льва Николаевича Толстого «Воскресение». Мероприятие прошло при участии сотрудников и ветеранов уголовной исполнительной системы, преподавателей, студентов, юристов и представителей общественности. Каждая акция у нас приурочена к какой-нибудь дате создания именно литературных произведений. Поэтому мы подбираем тех авторов, тех великих писателей, которые интересовались историей, которые получали информацию у наших натирателей, посещали наши тюрьмы, и которые нам помогают посмотреть на нашу систему другими глазами, какая она была в 19 веке, в 18 веке, как это было тогда, и это дает возможность показать, в каких условиях сейчас содержатся наши суждения. Отметим, что проведение мероприятия на площадке КФУ не случайно. Напомним, 2018 год был объявлен годом Льва Толстого в Казанском университете. Лилия Талипова, Диана Фатыхова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Аспирант кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета Алексей Андреев занимается созданием единой системы координатно-временного обеспечения для решения задач около лунной навигации. Молодой физик выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей на проведение собственного исследования. Более подробно смотри далее. Аспирант кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета Алексей Андреев занимается созданием единой системы координатно-временного обеспечения для решения задач около лунной навигации. Мой проект посвящен по большому счету теме моей диссертации, которая заключается в создании навигационной системы для будущих миссий российских к нашему естественному спутнику, к Луне. Молодой человек стал победителем конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспиранторе. Физик выиграл грант в Российском фонде фундаментальных исследований в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей на проведение диссертационного исследования. Его научным руководителем является профессор кафедры Юрий Нефедев. У нас будет возможность создать систему лунную навигационную для того, чтобы можно было повысить точность посадки космического аппарата на Луну. Известно, что сейчас Россия активно работает над своими лунными проектами. И в 20-е годы, я думаю, что все-таки миссия к Луне состоится. Я надеюсь, что наши разработки также найдут свое применение при осуществлении этих масштабных проектов. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся!